Ну давайте начинать тогда, в принципе. Значит, у нас сегодня Росрыболовство проводит семена, аспекты и исчисления размера вреда водных биологических ресурсов и среди их обитания, причиненного при осуществлении планированной хозяйственной деятельности. Значит, мы планировали, что у нас в этом мероприятии замруководителя будет руководить Михаил Степанович, но Иваник, но он, к сожалению, был вызван сейчас вот срочно в Минсельхоз, там какая-то случилась ситуация пожарная, поэтому он вынужден был уехать туда. Соответственно, поручил привезти мне, я заместитель начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Максимов Сергей Валерьевич. Значит, сегодня у нас запланировано в части этого семинара выступления специалистов нашего профильного института ФГБУ в НИРО, а, соответственно, выступления нашего бюджетного учреждения ЦУРЭНа. И, в общем, будет несколько докладов, которые связаны с тематикой нашей сегодняшней, и в которых, я надеюсь, будут отражены ответы на большинство тех вопросов, которые сейчас поступают как к нам, так и в наши подведомственные учреждения, от пользователей, которые, соответственно, приходят к нам с заявками по согласованию хозяйственной деятельности. Значит, у нас формат позволяет еще, в зависимости от того, сколько у нас времени останется, провести, ну, некую дискуссию, что-то задать, дополнительные вопросы. Если мы на них сразу сами не сможем ответить, мы, соответственно, подготовим ответы и пришлем вам потом в письменном виде по той тематике, которую вы зададите, если сочтете необходимым, задать что-то, дополнить. Вот, ну, сейчас, соответственно, думаю, мы переходим к основной части. Значит, первое у нас о методике исчисления размеров вреда, причиненной водным биологическим ресурсам. 1.66, выступление специалистов ГБУ в НЕКО. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас произошла маленькая замена. Должна была считать писарецкой одеждой, но она заболела, поэтому выступаю я. Меня зовут Меньшик Сергей, я сотрудник в ДВУМ НЕРО, в Батуе поясноводных рыв. Ну, собственно, к докладу. Микрофон тут есть вообще? Ну что, ну, да, слышно меня там? Нужно сесть. Нужно сесть наоборот, чтобы вы слышали. Слышно, да. С 16 мая 2013 года вступили в силу действия правила согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные и биологические ресурсы и среду их обитания. Они утверждены постановлением правительства Российской Федерации номер 384. Там установлен порядок согласования строительства и конструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные и биологические ресурсы и среду их обитания. Требования к содержанию по проектной документации по постановлению правительства Российской Федерации от 16.02.2008, номер 87 разделы должны содержать пояснительную записку, схему планирования организации семейного участка, систему водоснабжения, систему водоотведения, технологические решения проекта, проект организации строительства, проект организации по сносу или демонтажу. А также перечень мероприятий по охране окружающей среды. Сюда входят результаты оценки воздействия на окружающую среду, в том числе оценки воздействия на водные и биологические ресурсы и среду их обитания. А также перечень мероприятий по предотвращению и или снижению возможно негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктом 2 постановления номер 308 от 29.04.2013 об утверждении по положению о мерах по сохранению водных и биологических ресурсов и среды их обитания предусмотрено разрабатывать оценку воздействия планированной деятельности на водные и биологические ресурсы и среду их обитания. Оценка воздействия в планированной деятельности на водные и биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом ущерба выполняется в соответствии с методикой исчисления размера вреда с причиненным водным и биологическим ресурсом утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 ноября 2011 года за номером 1166. Собственно, данную методику мы и будем рассматривать. Расчет размера вреда водным и биологическим ресурсам от осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности влияющей на состояние водных и биологических ресурсов и среды их обитания включает в себя может включать выполняется при планировании строительства и конструкции капитального ремонта объектов капитального строительства размещения объектов в хозяйственной и иной деятельности внедрение новых технологических процессов и производства работ, влияющих на состояние водных биоресурсов и среды их обитания. С целью оценки возможных последствий негативного действия указано действие на состояние водных биоресурсов. Также может выполняться при оценке рисков и экологическом страховании, и оценке возможных прогнозных последствий нештатных и аварийных ситуаций. Определение последствий негативного действия не требуется при проведении инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий с отбором проб грунта донными пробоотборниками, брением скважин небольшого диаметра и небольшой глубины, для отбора проб грунта при сейсмоакустических исследованиях с использованием маломощных сигналов, а также при постановке на якоря научно-исследовательских судов и других посредств для отбора биологических проб и геологических кернов, при постановке на якоря судов при осуществлении хозяйственной деятельности. Исходными данными являются информация о характере, степени и видах воздействия на состояние водных биоресурсов, включая кормовую базу, среду их обитания и условия воспроизводства, состояние водных биоресурсов, такое как токсономические показатели, средние и многолетние показатели численности и биомассы, пространственно-временное количество на распределение водных биоресурсов, рыбопродуктивность и другие показатели. Сезонные и межгодовые изменения условий обитания, влияющие на состав и распределение водных биологических ресурсов. Как правило, оценка воздействия на водные биологические ресурсы включает следующий раздел. Введение, краткая характеристика района проведения работ, технические решения проекта, гидроблогическая характеристика водного объекта, оценка воздействия, расчет ущерба, мероприятие по компенсации негативного воздействия, как правило, разрабатываются мероприятия по снижению негативного воздействия в планируемых работ на водные биоресурсы, заключение списка литературы. Источниками получения исходных данных о состоянии водных биологических ресурсов являются научные публикации, фондовые материалы рыбохозяйственного и научно-исследовательских организаций, в том числе подведомственных Росраболовством, осуществляющих изучение, ресурсные исследования водных биологических ресурсов и экосистем, результаты государственного мониторинга водных биоресурсов в среде их обитания, результаты производственного экологического контроля, инженерных изысканий и других специальных исследований. При реализации проектных решений возможно полная потеря водного объекта или части водного объекта. Примерами данных работ являются следующие виды работ создание искусственно-земельных участок на водном объекте рыбохозяйственного значения, монтаж капитальных зданий и сооружений на акватории водного объекта или невыбратимая деформация русла водного объекта. В данном случае расчет ущерба выполняется согласно пункту 41 по формуле, приведенной на экране. С вашего позволения, я не буду зачитывать расшифровку этой формули. Следует отметить, что данная формула не учитывает длительность воздействия. И при расчете по данной формуле негативного воздействия, если производство работ осуществляется менее года, то тогда мы итоговую величину ущерба умножаем на срок эксплуатации. Если более года производство работ происходит, то мы должны учитывать и срок производства работ. Определение потерь водных биологических ресурсов в результате сокращения или перераспределения естественно стока с деформируемой поверхности водосборного бассейна водного объекта. Рассчитывается согласно пункту 41 по формуле, приведенной на экране. Тут надо добавить, что деформирование водосборной поверхности мы считаем на всей территории водосборного бассейна, а также при наличии организованного водосбора, очищения и водоотведения в тот же водный объект, при наличии обоснований допускается, у нас не происходит деформация водосборной поверхности, и расчет ущерба не нужен. Также при реализации проектных решений возможны утраты нерестовых площадей. Примерами таких воздействий проектов может быть забивка свань, опор столбов дно водного объекта и ухозяйственного значения, проведение работы по берегу к укреплению, тогда мы поймены нестилищем можем затрагивать. Укладка водопропускных труб в русле водного объекта, ну и других видов труб, там типа нефтепровода и газопровода. При расчете утраты нерестовых площадей необходимо учитывать следующие показатели. Это техника и технология, по которой производятся планируемые работы, площадь зоны воздействия намечаемой деятельности, где прогнозируется гибель икры, личинок, рыб и других видов водных биоресурсов, сроки и продолжительность проведения работ, а также, если прогнозируется появление шлейфа дополнительной мутности, то необходимо рассчитывать длину и ширину данного шлейфа и объемы воды, в котором возможно воздействие на водные биологические ресурсы. Определение годовых потерь водных биоресурсов от утраты нерестовых площадей определяется по формулой, приведенной на экране. В некоторых случаях допускается место средней плотности заполнения численности икры, а также промвозврата средней массы промысловых размеров, заменять данные показатели на рыбопродуктивность нерестильщ, если таковые данные есть. Определение потерь водных биологических ресурсов от гибели биологической икры личинок и их ранней молоди в шлейфах известен необходимо при следующих видах работ. Сооружение насыпи дамбы в водном объекте рыбохозяйственного значения, наглубительная работа в водном объекте, сброс грунта в водный объект, сейсмо-акустический исследование с использованием сигналов мощностью более 200 джоулей. Следует отметить, что шлейфы мутности не рассчитываются при каковременном локальном воздействии, например, опускании плиты, монтаже шпунта, шпунтового ограждения методом вибропогружения, лень других. При проведении наглубительных работ сооружения насыпи дамбы на водном объекте необходимо учитывать следующие сведения. Техника и технология, по которой будут выполняться планируемые работы, сроки и продолжительность проведения указанных работ, расчеты зоны мутности и повышенного осадка накопления, площади механического воздействия на дно водного объекта, объемы расходов воды земли с особи, объемы загрязненной воды при извлечении, транспортировке и сбросах грунта, объем грунта забрану с одного водного объекта, площадь дна водного объекта, с которой производится забор грунта, шлейф мутности, а также место складирования грунта и площадей грунтовой насыпи. При сейсморазведке и электроразведке необходимо учитывать следующие сведения объемы, мощности энергии импульса источников излучения, конфигурации сокрупированных источников батарей, рабочая глубина погружения, размеры и энергии импульса излучателей электромагнитных электродинамических источников, размеры и силы тока электрических источников и расстояния между ними, границы и площади полигонов, длина маршрутов съемки, количество излучений на маршрутах съемки. Поделение годовых потерь водных биологических ресурсов от гибели биологической икры личинок и их ранней молоди при воздействии взвеси примеси химических веществ в воде, а также источников упругих вон, применяемых при геофизических исследованиях, производится по формуле согласно пункту 44. Определение потерь водных биоресурсов от снижения продуктивности хитопланктонов в шлейфах взвеси при, а также при других воздействиях без гибели организма производится по формуле согласно пункту 49. Здесь следует учесть, что если нет гибели организмов хитопланктона, хитопланктона, то мы должны обращать внимание на коэффициент D степень воздействия гибнущих организмов, то есть она будет меньше единицы, в зависимости от показателей, проведенных в проекте. Определение потерь водных биологических ресурсов от гибели зоопланктона производится по следующей формуле согласно статье 47. Для зоопланктона актуально то, что я говорил ранее по фитопланктону про пункт D, а может быть не стопроцентная гибель зоопланктона. Определение потерь водных биоресурсов от гибели бентеса производится по следующей формуле. При этом, если организмы бентеса недоступны для использования в пище, у нас применяется коэффициент 1 плюс P на B. Если доступны без единицы просто P на B, при этом, если вы извлекаете объем грунта, то вы изымаете кормовые организмы, они недоступны. Если у вас есть гибель бентеса под слоем наилка, например, тогда там организмы кормового бентеса доступны для рыб и можно применять второй вариант формулы. Забор воды из поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения. Это еще один вид деятельности, при котором необходимо проводить расчет ущерба и оценку воздействия. Может осуществляться для хозяйства питьевого назначения, для производственных нужд, для монтажа ледовой переправы, при науглубительных работах. При заборе воды из поверхностных водных объектов рыбохозяйственного значения, необходимо учитывать следующие сведения. Объемы водозабора, в том числе общие, суточные и с расчетом распределения по сезонам. Характеристики водозаборных сооружений, места и сроки забора воды из водных объектов на технологические нужды. Характеристики рыбозащитных сооружений, а на водозабор способ обустройства водозаборного устройства. Продолжительность работы водозаборного устройства. Размеры площади период проведения работ, связанных с обустройством подъездов в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта, в том числе в затапливаемом пойме. Определение потерь от гибели водных ресурсов при заборе воды из водного объекта рыбохозяйственного значения поделяется согласно пункту 45. При этом следует отметить, что при отсутствии рыбозащитного устройства, то коэффициент К принимает значение 0. Также следует отметить, что ни одно рыбозащитное устройство не защищает их теплопланктон. Там всегда коэффициент К равен 0. А также ранней молоди. К ранней молоди относятся особи до 12 мм длины тела. Определение потерь водных биологических ресурсов при заборе воды из водного объекта рыбохозяйственного значения от гибели зооплантона производится по формуле на экране. Также существует формула согласно пункту 48 для фитоплантона при заборе воды из водного объекта рыбохозяйственного значения. При этом следует отметить, что при наличии пищевой цепочки фитоплантона рыбы прямой, мы учитываем колье, приведенный в приложении к методике. Если прямой цепочки нет, то мы рассчитываем опосредованные кормовые коэффициенты через цепочку фитоплантона-зооплантона рыбы. Личина повышающих коэффициентов, учитывающих длительность негативного воздействия намечаемой деятельности и восстановление доисходной численности биомассы теряемых водных биоресурсов, в том числе их кормовой базы, в результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, определяется по следующей формуле, которая указана на экране. Восстановительные мероприятия разрабатываются с учетом объемов прогнозируемых потерь водных биоресурсов и их отдельных видов, продолжительности негативного действия на водные биоресурсы с учетом возможностей и сроков, необходимые для их естественного восстановления, целесообразности и возможности выполнения тех или иных восстановительных мероприятий, наличие технологий искусственного воспроизводства, состояния запасов водных биоресурсов и их кормовой базы, наличие действующих или строящихся мощностей и по искусственному воспроизводству водных ресурсов, и рыбохозяйственной мелиорации в рыбохозяйственном бассейне или регионе ненамечаемой деятельности, социально-экономических и других условий в районе ненамечаемой деятельности, экономической оценки вариантов восстановительных мероприятий. В настоящей методике практически единственным доступным вариантом компенсации является выпуск молодей рыб, необходимого для восстановления нарушаемого состояния водных ресурсов, и он рассчитывается по следующей формуле. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас сейчас следующий доклад представителей ЦУРЭНа об основных ошибках, выявляемых при согласовании проектной документации по расчетам ущербов водным биологическим ресурсам на среде их обитания. Пожалуйста. По состоянию на 30 ноября 2019 года Росраболостом и его территориальными управлениями было рассмотрено 12 283 проекта, и в отношении 5712 решений были приняты решения об отказе в согласовании ненамечаемой деятельности. Основными недостатками в этих материалах были несоответствия объемов и площадей работ, предусмотренных материалами проекта, материалом ОВОЗ, отсутствие в материалах проекта сведений о сроках производства работы, периодах эксплуатации проектируемых объектов. Очень часто бывают такие случаи, когда, ну, например, прокладка газопроводов. Очень много работ, очень много водных объектов пересекаются, и в материалах ОВОЗ не учитываются такие факторы, как устройство временных переездов через водотоки, устройство водозаборных сооружений временных для, например, гидроиспытаний. Отсутствуют сведения как в проектных материалах, так и в материалах ОВОЗ об источниках забора воды при создании ледовых переправ. Иногда бывает понятно, что климатические условия позволяют не намораживать дополнительный лед, но это не всегда так, и поэтому сведения об источниках воды обязательно должны быть указаны как и в проекте, так и в материалах ОВОЗ. Также бывают случаи разночтений, когда в материалах ОВОЗ коэффициент длительности, например, по гибели бентоса рассчитывается с учетом эксплуатации объектов там 25 лет, а в материалах проекта сообщается, что период эксплуатации составляет 40 лет, что приводит к занижению объемов ряда. Случаются ситуации, когда неверно, арифметически некорректно определяются площади воздействия. Например, участок на углубление длина его 350 метров, ширина 50 метров, и площадь участка принимается равной 7500 метрам квадратным. Однако, если мы перемножим 350 на 50, будет 17500 квадратных метров. Поэтому обращайте внимание, когда готовите материалы ОВОЗ, что все работы должны быть прописаны в материалах ОВОЗ, все должны быть учтены, и объемы и площади должны обязательно соответствовать проектам. Вторым из наиболее часто встречающихся недостатков является несоответствие материалов ОВОЗ с требованием по их разработке, установленным положением об оценке воздействия намечаемой деятельности. Это у нас приказ в госком экологии, я думаю, вы все знаете, его, 372, 16 мая 2000 года. Расчетов ряда пунктом 2539 методики 1166, о которой мы уже говорили. В соответствии с положениями главы 3 методики, исходные биологические данные включают в себя сведения о видовом составе и количественных показателях водных биоресурсов, их ранних стадиях развития, водных животных, растений, составляющих кормовую базу, сведения о состоянии среды обитания водных биоресурсов, местах и сроках их зимовки, нагула, миграции, нереста. Такие данные должны включать сведения о видовом составе, основных систематических группах, средних, многолетних, по сезонам и за год общих показателях численности и биомассы и другие данные. Однако материалы проектов либо, бывает, содержат очень ограниченную информацию, либо не совсем корректную. Например, характеристика кормовых организмов приведена в материалах проекта для рек Нижнего Дона, а все работы, предусмотренные проектом, планировались в притоках Среднего Дона. Там совсем другие биомассы кормовых организмов, поэтому они должны соответствовать друг другу места проведения работ и его рабоходительственные характеристики. Очень часто допускаются ошибки, когда по тексту приводятся правильные, корректные и грамотно описанные характеристики, а в расчет вреда попадают совсем другие биомассы. Не совсем ясно тоже, на чем это основано. Также бывает некорректное использование результатов математического моделирования. Это либо некорректный перенос данных, неверные объемы воды с повышенной мутностью или площади при отложении взвеси переносится в материалы ООЗ. Либо математическое моделирование выполняется не в полном объеме, то есть не все водные объекты, например, учитываются, или не все виды воздействия, от которых следует проводить моделирование. Либо результаты моделирования не представляются в составе проектной документации, и это не позволяет определить корректность выполненных расчетов. Также некорректное определение летальных для планксона концентрации взвеси в зоне мутности и толщины слоя осадка, предложившейся взвеси для бентоса, встречается. Если вы используете какие-либо цифры, необходимо приводить обоснования и ссылки на источники, на которые вы ссылаетесь. Как правило, сейчас у нас для бентоса используется от 1 до 5 см 50% гибели, 100% гибели более 5 см наилка. Для планктона 20-100 мг на литр – это 50% гибель, и 100% гибель при концентрации 100 и выше мг на литр. Дальше у нас к основным из недостатков является некорректное применение формул главы 3 методики. При расчете потерь в результате сокращения перераспределения стока деформированной поверхности часто некорректно указывается или вообще не указывается источник получения сведений о модуле стока, просто принимается какая-то величина. Расчеты производятся только в пределах водоохранных зон, что не соответствует пункту 41 методики, в котором сказано, что такие расчеты проводятся для водосборного бассейна водного объекта. Очень часто не выполняются расчеты от утраты нерестовых площадей по формуле 4, это у нас пункт 43 методики, либо в этой формуле используются средние обобщенные показатели по средней плотности заполнения нерестилища личинками рыб, коэффициент промовозврата, средняя масса промысловых размеров, которые используют это место нереста. Но по пункту 43 у нас это расчеты выполняется по каждому виду рыб отдельно. Также необходимо в материалах авоз приводить обоснования для принимаемого периода восстановления доисходного состояния нерестового субстрата. От гибели зоопланктона при заборе воды у нас есть формула 5. Хочу обратить внимание, что в этой формуле не предусмотрено использование коэффициента θ, это коэффициент, учитывающий длительность повышающего воздействия. Очень часто встречается эта ошибка, она приводит к занижению объемов ряда примерно в два раза. Пункты 48 и 49 методики, это у нас фитопланктон при заборе воды и от снижения его продуктивности в шлейфах в зейсе. Одна из самых распространенных ошибок – это некорректное определение продукционного коэффициента РВР. Обращаю внимание, что тут используется суточный коэффициент. Он определяет в соответствии с таблицей 1 приложения к методике. Там приведены годовые чаще всего коэффициенты, и этот коэффициент нужно разделить на число дней вегатационного периода. Тогда вы получите суточный коэффициент. Еще хотел обратить внимание, что при расчете вреда от гибели фитопланктона по пищевой цепи фитопланктон-зоопланктон-рыбы и гибели зоопланктона в этом же объеме воды итоговый размер вреда выбирается по наибольшей из двух величин. Это у нас пункт 48 методики. Пожалуйста, обратите на него внимание. Очень часто встречается этот недостаток. И также хотела предложить, что в случае отсутствия прямой пищевой цепи фитопланктона-рыбы и отсутствия кормовых коэффициентов для промежуточного расчета по пищевой цепи фитопланктона-зоопланктона-рыбы предлагаю не производить расчет от гибели фитопланктона, потому что он всего будет некорректный, необоснованный. И просто приводить обоснование, что эти коэффициенты отсутствуют. И водный биоресурс, который напрямую питается фитопланктоном, тоже в данном водном объекте отсутствует. При расчете вреда от гибели бентеса основными ошибками являются некорректное определение коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия и также степень воздействия или доли гибнущих организмов. Когда мы используем формулу 5С методики, это если погибшие организмы бентеса недоступны для использования в пищу, коэффициент Д всегда равен единице. Тут почему-то тоже часто встречается ошибка, бывает, что 0,5 и 0,2 ставят. При расчете повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного воздействия, очень часто не учитывается период производства работ, неверно или не учитывается период восстановления водных биоресурсов. Например, для бентеса принимается равным 10 годам. Для рыб также бывает средний принимается по всем видам рыб, а не для каждой отдельности. Одно из самых основных, одно из самых основных недостатков это у нас арифметические ошибки, опечатки, описки, некорректный перенос данных, и на одной странице написано одно, на другой написано другое, что приводит к неверному определению итоговых объемов потерь и уже соответственно к неверному определению объемов комиссионных мероприятий. При определении комиссионных мероприятий необходимо учитывать положение пункта 55, согласно которым кратность проведения восстановительного мероприятия определяется исходя из продолжительности негативного воздействия. И также обращаю внимание на положение пункта 57 методики. Это в случае, если производство работ по проекту затрагивает несколько рабоохозяйственных бассейнов, мероприятия по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов разрабатываются отдельно для каждого рабоохозяйственного бассейна. Даже если у нас в одном или в обоих рабоохозяйственных бассейнах будет менее 10 килограмм, мы разрабатываем мероприятия, поскольку у нас реализация всего проекта будет наносить вред более 10 килограмм. И не важно, что в одном рабоохозяйственном бассейне она будет, например, 5 килограмм, а в другом 6. В сумме это будет 11 килограмм, и мы тут должны разрабатывать мероприятия. Это основные замечания, которые встречаются у меня. Наверное, все. Спасибо, Анна. У нас в конце предусмотрены вопросы. Давайте мы все доклады дослушаем, и потом, может быть, в следующем докладе вы как раз ответ услышите. Так, сейчас, пожалуйста, следующий у нас выступает Елена Ивановна Довиченко. Вы включите, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Привет. Третья. Несколько вопросов рассмотрим, которые обычно возникают при рассмотрении проектных материалов, уже с точки зрения выполнения оценки воздействия. Следующий слайд, пожалуйста. Уместно ли определение потерь водных биоресурсов от гибели снижения продукции фитопланктона при отсутствии в водоеме РЭП-фитофаков? Сегодня уже два предыдущих оратора немножко затрагивали эту тему. Поэтому конкретно можно сказать, что в оценке воздействия должна обязательно содержаться информация о наличии либо отсутствии в составе ухтеофауны рыб-фитофаков. И данная информация будет являться основанием либо расчета, либо отсутствия данного расчета. То есть для водных объектов, где отсутствуют рыбы-фитофаги, допускается не производить расчет водных биоресурсов от гибели и снижения продуктивности фитопланктона при наличии соответствующего обоснования. А также, если отсутствует информация или недостаточность данного обоснования, которое приводится, то необходимо все-таки производить расчет по опосредованной пищевой цепочке фито-зоо-рыбы. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий вопрос, который поступал в методике, отсутствует информация по определению понятия поймы водного объекта. Принято считать пойменный уровень воды при 10% обеспеченности. Ну и приводится информация, что если в регионе большинство водотоков имеет горный тип, большие скорости течения, крутые берега, кратковременность, паводка, соответственно, функциональность и развитость поймы минимальна. И допустимо ли принимать другой процент уровня высоких вод. По процентному содержанию уровня высоких вод поименных частей должен приниматься 10% обеспеченности. А также в случае отторжения участков поймы водотоков определяться должна доля рыбопродуктивности поймы от общей рыбопродуктивности водоема с учетом времени затопления поймы согласно данным исследованиям. Опять-таки надо привести достаточно полное обоснование, в котором будет прописана продолжительность затопления, величина продуктивности. И только в этом случае можно эти данные использовать в расчетной части. Следующий вопрос. Как учитывать положительное влияние при определении итоговой величины ущерба, оказываемой наряду с негативным воздействием? Данный вопрос возникает очень часто. Опять-таки ссылаясь на наличие соответствующих обоснований в разделе оценки воздействия, допускается учет положительного влияния в части создания дополнительных площадей для обитания кормового зообендоса. При этом биомасса кормового зообендоса принимается равной средней биомассе для водного объекта. Величина прироста водных биоресурсов за счет положительного влияния вычитается из-за итогового ущерба негативного воздействия. При этом получаемый ущерб не может быть меньше нуля. Например, при расчете потери от утраты нерестовых участков при расчистке русел водных объектов от зарастания необходимо приводить обоснование положительного влияния данной деятельности, так как бывают случаи, что большинство нерестовых участков отмечены в правилах по рыболовству как наиболее важные и ценные для воспроизводства участки. Следующий вопрос, который поступал. Какой официальной подтвержденной методикой руководствуется при применении для определения эффективности рыбозащитных сооружений? Данный вопрос на сегодняшний день находится на стадии согласования в экспертизе, то есть методика по определению эффективности в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства в виде приложения к своду правил подборной стены, судоходные шлюзы, рыбопродуктные и рыбозащитные сооружения. В этой связи допустимо для цели расчета ущерба при разработке проектной документации применять показатель эффективности рыбозащитного устройства согласно технической документации на устанавливаемое рыбозащитное устройство. Для определения эффективности рыбозащитного сооружения необходимо проводить соответствующие исследования на местности в рамках производственного экологического мониторинга по подтверждению эффективности проектируемого РЗУ в течение года и после ввода оборудования в эксплуатацию с обязательным привлечением научных организаций учреждений подведомственных Росраболовства. Следующий вопрос. Если годовой ущерб составляет менее 10 кг, но согласовывается деятельность на несколько лет, вследствие этого ущерб должен компенсироваться, то есть получается моя величина итогового ущерба составляет более 10 кг, и согласно методике компенсационные мероприятия проводятся ежегодно или единоразово, в каких случаях суммируется ущерб и в каких случаях заказчик может проводить ежегодные мероприятия. Если проектом предусматривается проведение работ на срок более одного года, то итоговый ущерб суммируется на все время предполагаемого функционирования объекта. То есть мы не можем здесь учитывать один год работы и по нему только расчеты выполнять, и компенсационные мероприятия не выполнять в том числе. Если с учетом функционирования объекта итоговый ущерб получается менее 10 кг, то компенсационные мероприятия не производятся. Если с учетом функционирования объекта итоговый ущерб все-таки получается более 10 кг, то согласно методике кратность проведения компенсационных мероприятий производится исходя из особенностей негативного воздействия, то есть либо единоразовый, либо ежегодный выпуск молоди в соответствии с заключением территориального управления. Обычно эта информация всегда прописывается в территориальном заключении. При расчете ущерба должен использоваться только официальные фондовые данные, то есть рыбохозяйственные характеристики, или можно использовать другие литературные источники. В данном случае, если рассматривать вопрос со стороны биологических показателей участков, где планируются работы, то биомасса кормовых организмов, то рекомендуется использовать официальные все-таки фондовые данные, рыбохозяйственные характеристики, или результаты фактического исследования данного участка, выполненные заказчиком, либо подрядными организациями. Но также допускается методика использования литературных источников, но желательно их использовать не старше пяти лет, и при условии, что в них содержатся данные о биологических показателях участков, месте планируемых работ. В данном случае не противоречит пункту 26 методики, в соответствии с которым допускается использование литературных данных, в том числе подведомствах Росруболовства, а также данные государственного мониторинга, производственного экологического контроля, инженерных изысканий и других специальных исследований. Следующий вопрос, который поступал. Необходимо ли проведение оценки на пересыхающих или временных водных объектов? И рассматриваются ли у стивы участки оврагов, заливаемые на период паводка, разливающимися водными объектами следующего порядка, как самостоятельные водные объекты, в которые на нерест может заходить рыба. В связи с этим имеющие рыбохозяйственное значение или затапливаемые устья оврагов следует рассматривать как пойменные участки водных объектов следующего порядка. Надо сказать, что в этом году утверждены новые положения под отнесение водного объекта к той или иной категории рыбохозяйственного значения. Постановление правительства Российской Федерации номером 206. Опять-таки, если в оценке воздействия будет приведено обоснование отсутствия мест обитания, размножения, зимовки, нагулы, путей миграции водных биоресурсов, а также наличие кормовых организмов, и обязательно будет отмечено, что данный водный объект относится либо не относится к водным объектам рыбохозяйственного значения, в данном случае надо обращать внимание, что овраги и водотоки, не имеющие гидрологическую связь с более крупными водными объектами, согласно Водному кодексу, не являются самостоятельными водотоками и, следовательно, не могут быть отнесены к рыбохозяйственным. То выполнение расчета негативного воздействия для данных водных объектов нецелесообразно. А если в данном случае речь идет о ручье сезонного наполнения, который все-таки считается водным объектом за счет приустевого участка, то выполнение расчета потерь, конечно же, целесообразно. Однако на участке должны выйти прописаны исходные биологические параметры, соответствующие ручью сезонного наполнения. То есть все-таки надо опираться на данные рыбохозяйственных характеристик и категории водных объектов. Следующий вопрос. В настоящее время щебеночная осыпка на пойме рассматривается в качестве фактора постоянного повреждения пойменных нерестилищ, витофильных видов рыб и потерь стока с водосбора. Натурные наблюдения показывают, что в зависимости от типов работы и грунтов щебень замывается, утопает в береговом грунте, а впоследствии зарастает водной растительностью. Считается ли данный фактор именно постоянным повреждением? При расчете данного фактора негативного воздействия следует учитывать несколько факторов, таких как объем засыпаемой, отсыпки толщины, отсыпки наличия либо отсутствия подстилающего гидрозаляционного слоя, а также рабопродуктивность самого водного объекта, где будут проводиться данные виды берега укрепления. Характер негативного воздействия по продолжительности определяется в каждом конкретном случае индивидуально. Например, при береге укрепления гамбионными конструкциями в малопродуктивном водном объекте, в том же пересыхающем ручье, о которых мы в предыдущем слайде с вами разговаривали, период восстановления, естественно, будет достаточно продолжительным по времени. И, следовательно, в данном случае сами потери следует рассматривать как постоянные. А если же пойменный участок практически ежегодно затапливается при паводке и зарастает водной растительностью, и мы видим, что восстановление кормовых организмов, а также нерестовых участков фитофильных видов рыб будет кратковременным, то ущерб выполняется как временный. То есть период работ плюс период формирования травянистой растительности. Ну, естественно, это требует обязательного обоснования оценки воздействия. Без обоснования, конечно, такие расчеты не выполняются. Следующий вопрос, который поступал. Необходимо ли проведение оценки воздействия на водные биоресурсы в среду их обитания при осуществлении рыбопромысловой деятельности, в том числе расчета ущерба от забора воды из водных объектов рыбохозяйственного значения с целью использования ее в процессе переработки рыбы? В данном случае необходимость оценки воздействия рыбопромысловой деятельности осуществляемы судами, которые осуществляют промышленное рыболовство, предпринимательскую деятельность по поиску и добыче водных биоресурсов по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов, которые производятся на судах рыбопромыслового флота, на водные биоресурсы необходимость данной оценки отсутствует. А если речь идет о строительстве либо реконструкции рыбоперерабатывающего завода, то оценка его строительства и эксплуатации, в том числе с забором воды из водного объекта, конечно же, необходима. Следующий вопрос, который поступал, возможно ли размещение складов общераспространенных полезных ископаемых в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны, если обустройство склада не является технологическим этапом добыче. Согласно пункту 16 ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон все-таки допускается проектирование, строительство, реконструкция, а также ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов с сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заеления и истощения вод. Согласно пункту 17 этой же статьи, размещение отвалов, размываемых грунтов, к которым относятся пески и запрещается, однако в вопросе говорится не только об облавах грунта, но а также и о размещении объекта. В данном случае склады для хранения этих общераспространенных полезных ископаемых, которые могут быть оборудованы надлежащим образом для предотвращения их размывания и загрязнения водного объекта. Следовательно, размещение такого склада возможно как в водоохранной зоне, так и в прибрежной защитной полосе при условии соблюдения природоохранных мероприятий. «Какой срок действия заключения о согласовании хозяйственной деятельности?» Очень часто задается такой вопрос. Окончательного, конечно, решения по нему нет. Заключение не является разрешением на производство работ. После согласования намечаемой деятельности хозяйствующим субъектом проектная документация проходит еще и другие стадии согласования, в том числе государственный экологический экспертиз, получение разрешений на производство работ и так далее. Все эти процедуры, конечно же, требуют временных затрат. Кроме того, в условиях сложившейся экономической ситуации возможен ограничение финансирования. Это тоже затягивание процесса согласования. Соответственно, в реализацию данный проект может пойти позже заявленных сроков проектной документации. Поэтому в этой связи вопрос об восстановлении срока действия заключения согласования в настоящее время остается открытым. Но как обычно территориальное управление отвечает на этот вопрос, что бессрочно действует. Следующий вопрос. Невозможно проведение компенсационных мероприятий по ряду заключений, выданных до 2011 года, когда расчет компенсации рассчитывался в денежном эквиваленте по временной методике. Принимая во внимание, что хозяйствующий субъект не перечислил своевременно средства, рассчитанные по действующей в то время временной методике в бассейновое управление рыбоохраны для проведения компенсационных мероприятий. В данном случае перед хозяйствующим субъектом следует поднимать вопрос о проведении компенсационных мероприятий, рассчитанных по действующей методике, исходя из потерь, рассчитанных по временной методике. То есть надо пересчитывать компенсационные мероприятия по действующей методике. Следующий вопрос. Законодательно не установлено условие осуществления дамбинга ограничения требования сброса грунта при осуществлении долгубительных работ в водных объектах высшей рыбохозяйственной категории. В основном дамбинга грунта осуществляется в морских акваториях. Следовательно, ответ на данный вопрос надо искать в положениях федерального закона номер 155 о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации. Так, согласно статьям 37.37.1 этого закона, захоронение грунта, извлеченного при проведении долгубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море, запрещается в границах особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах, в границах рыбохозяйственных заповедных зон внутренних морских вод и территориального моря, а также в случаях, если в этом грунте содержатся загрязняющие вещества, перечень которых определяется правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Запрет на захоронение грунта, извлеченного при проведении долгубительных работ и содержащегося в них загрязняющего вещества не распространяется на случай захоронения во внутренних морских водах и в территориальном море этого грунта. Загрязняющие вещества, в котором содержатся в концентрациях не превышающих химических характеристик грунта в районе его захоронения, до воздействия вызванного захоронением грунта. Захоронение донного грунта во внутренних морских водах и в территориальном море осуществляется на основании разрешения, выданного федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление данных экологического надзора во внутренних морских водах и территориальном море. Также следует дополнить, что выдача Росприроднадзором такого разрешения осуществляется по согласованию с Росрыболовством. Таким образом, данный вопрос урегулирован в полной мере и в случае, если акватория водного объекта имеет особо ценное рыбохозяйственное значение, необходимо устанавливать рыбохозяйственные заповедные зоны для исключения захоронения грунта в этой акватории. Это все вопросы, которые предварительно поступали. Мы постарались на них ответить. Следующие вопросы, я так понимаю, у нас будут по временной, по новой методике, которая разрабатывается. Следующий доклад, это именно информация о вновь разработанной методике, которая взамен действующей сейчас проходит согласование. А, кстати, вывешено сейчас для обсуждения на регуляйшене, поэтому все могут принять участие. Следующий доклад, планируем изменение методики исчисления размера вреда подчиненного водно-биологическим ресурсам. Значит, первое, что хочется сказать, это то, что приказ вступает в силу при стечении шести месяцев, с одними официального публикования. Сейчас он на регуляйшене, как сказали, после прохождения общественных слушаний и возможной доработки. Мы надеемся, что в начале следующего года будет опубликован приказ, и по стечению шести месяцев он вступит в силу. Значит, вот тут есть ссылка на... А, во-первых, следует сказать, что у нас действующая методика состоит, по сути, из двух частей, там первая вводная, а вторая часть – это у нас расчет бреда по факту нарушения природоохранного законодательства или при чрезвычайных ситуациях, а вторая часть – это планируемая деятельность. Так вот, новая редакция у нас разделена на две методики. По факту мы выпускаем две разные методики. Они должны, естественно, выйти одновременно, чтобы не нарушать юридический процесс. Тем не менее, первая часть будет называться «Обутверждение методики очищения размера вреда, причиненного водно-биологическим ресурсам». Это как раз методика про фактический ущерб при чрезвычайных ситуациях и при нарушении природоохранного законодательства. Там, партнер...